Девушки отдыхают Что используется в навигации Это GPS То есть определение координат судна Для этого существует прибор Вот он, GPS Работает от спутников Которые выдают местоположение судна Режимы работы В них несколько Каждый пользователь выбирает себе свой режим Давай сейчас покажем, какие могут быть режимы Есть кнопка, которая Но показывает на дисплей То есть я могу выбрать любой Вот, например, возьму вот этот Вот Так Вот Центр Вот показывает, например Как карта отображается Движение судна Показывает направление на точку Координаты Курс И так далее Можно любой другой выбрать Лоттер 2 Вот Немножко другой конфигурации Вот Третья конфигурация Показывает движение судна Условно Наш путь И отклонение от заданного маршрута Можно вот этот Пожалуйста Кому как удобней Кто как привык То есть под любого пользователя Выставляется дисплей Также можно в этом GPS Забивать точки маршрута Маршрут На карте Снимается Берется Координаты Точки И сюда Забиваются Точки Вот они Оставляются То есть Я могу выбрать Вот Дорогу выбрать Или точки какие-то Ну давайте вот возьмем Приблизительно Вот они пожалуйста Забиты Каждая точка То есть Каждая точка Вот она идет Вот Я могу изменить Эти все координаты И GPS будет показывать нам Путь Направление То есть держаться Как бы Электронная карта Этот GPS Выдает все данные По остальным приборам На все остальные приборы На АИС Автоматическая Идентификация судна На электронные карты На радары Очень часто В современных условиях Еще в современной Великой Отечественной войны Стали использовать радары То есть Посылается радиолуч Который отражается От целей И выдает Координаты судна Ну включаем Находится на стендбайе Ну Вот Включаем его пуск То есть Он начинает работать Все суда Которые находятся Вот приблизительно Выдало точку Какое-то там Волнение Может еще кто-нибудь Такое Даже волнение моря Может отражаться Для этого существуют Различные усилители Подавление помех От моря От погоды От волнения Дождь Вот здесь все написано В английском языке То есть Си это море получается От дождя Да Грайн это Это усиление Само усиление Само усиление Само усиление И темное то получается Что? Ну это Длинный волн Ага Понятно Так Здесь следующее Можно Ночной режим Включается Ночной режим И дневной режим Так же Может использоваться Вот эти ручки Для включения Электронного визира Вот мы нажимаем Один И электронный визир Какой-то на цель Посмотреть Какое направление Пелинг На данную На данную цель Так же можно Переменные кольца Дальности Вот ВРМ Один И Так же Мы можем определить Дальность До Какой-то цели Если На экране Появляется цель И вот здесь Нам показывают Какая дальность Можно Несколько кругов Один Два Три Там То есть Тут морских Минных Получается Да Вот Пожалуйста Два круга Я сделал У визира Координаты Тоже Здесь же Получается Да Эта Длина Вот Дает Как раз Вот Видите Координат Дает Не координаты Это Если мы еще Включим Визир Вот То можем Точно Определить Вот Координаты Вот Пожалуйста Направление Пелинг И дальность Все Так же Определяется Вот она Видите Меняется Курсор Точно Если мы Находим Какую Либо Цель Мы Можем Ее Захватить И Она Будет На Сопровождении Цель Цель Нет Вот Здесь Написано Цель Не Помеченная Цели Пока На Экране Нет Мы Идем В Аркадем Море И Цель Не Отражается Когда Не Будет Здесь Мы Можем Захватить Здесь Все Данные То Дистанция Пелинг Скорость Его Время Сближения И Кратчайшее Расстояние Сближения С этой Целью Все Вот Эти Данные Для Безопасного Расхождения С Судном Ну Вот В основном Так А По Дальности Насколько Он Берет По Дальности Я Могу 24 Мили Здесь Удается 24 Может 48 Миль Давать Это Очень Большое Расстояние Визуально Мы Конечно Ничего Не Увидим А Радар Это Отражает 72 Но На 72 Навряд Ли Возьмит Потому Что Усиление Слишком Слабое И Цели Он Не Определяет Максимально Что Можем Пытаться На 72 Но Обычно На 48 Это Максимальное Отражение Целей А Вот Еще По По Режим Работы Н Ап Это Может Еще Отдельно Об этом Рассказать Это Режим Работы Выбирается В зависимости от того Как удобно Пользователю Я могу Выбирать Режим Работы Выбирается Или Кусор Постоянно Вверх Как Смотрит Это Все Вот Да Вот Со Смещенным Центром Вот Видите Центр Смещается Вниз Вот Это Когда Север Всегда Наверху То есть У нас Мы смотрим Куда Идем Да Норд Ап То есть Север Вверху Вот Это Со Смещенным Вложением То есть Впереди Более Пространство Окружается Сзади Нам Смотреть Не надо Больше Смотрим Перем То есть Тот же Норд Ап Получается Тот же Самый Только Смещенный Можно Отдельно Центр Ставить Вот Центр Офф Центр Он Включать То есть Временно Мы включили Посмотрели И все А так Самый Режим Работы Вот Он Меняется То есть Каждый Штурман Смотрит Как ему Удобнее Работать С этим Радаром А вот Еще Отдельно Про РМ И ТМ Те Движения Режима Сериальные Движения Цели К нам Или же Истины Куда Он Сам Действительно Идет Потому Что У нас Есть Движение Свое Есть Движение Цели И Истинное Направление Когда Он Идет Куда Он Должен Идти А Это Реально Как Он Сближается С нами Ну Это Кому Действительно Как Удобнее И Через Сколько Минут Вектор Его Цели Движения Цели Сейчас Я Не могу Вам Показать Потому Что Нет Цели Работает Несколько Режимов Которые Выдают Мы Можем Посмотреть Или же Цели Вот Они Цели Номинования Цели Дистанция И Пелинг Можем Включить Как Плотер Показать Как Радар Все Цели Которые Обнаруживают На Экране Они Отражаются И Можем Посмотреть На Нем Вот Наш Курс И Цели Будут Относительно Нас Располагаться Так Ну Что Еще Можно Сказать Сортировка Я могу Сортировать По Дальности Или Сближней Или Сдальней Вот Сортировка Идет Ну Ну И Эта Кнопка На Данные По Нашему Судну Которое Находится Вот Три Страницы У нас Данные Судно Удают Которое Забивается Наше Местоположение Скорость Курс Вот Ну Это Внешние Параметры Этот прибор Служит Для Автоматической Идентификации Судна Что Выдают Наше Положение Судна И Расположение Других Судов Для Опознавания Обнаружения Данного Судна А он Еще Получается Связан Обязательно Они Все Приборы Все Связаны Между Собой Все Вот Эти Данные С Аиса Они Поступают Также На Радар На Радаре Точно Также Отражаются Вот Эти Все Данные Электронные Карты Которые Сейчас Используются Вместо Бумажных Карт Они Вот Выдают Все Данные Вот Это Саиса Выдают Здесь Прокладывается Маршрут Выбирается И мы Контролируем Прохождение Судна По данному Маршруту По безопасному Прохождению Все Препятствия Все Глубины Также Отражаются Здесь И мы Можем Спокойно Контролировать Который Меняется Можем Масштаб Контролировать Вот Судно Идет Мы Можем Посмотреть Любое Судно Саиса Все Его Данные Скорость Направления Время Сближения И Кратчайшее Расстояние Прохождения Мимо Этого Судна Для Безопасного Расхождения Судов Вот Эти Все Данные Нам Нужны И Все Его Данные Куда Он Идет Все ММСА Кал Сиган Наименование Судно Все Его Данные В общем Вот Масштаб Меняется Как видите Все Изобаты Здесь Отражены Можно Включить Чтобы Видно Были Все Глубины То есть Изобаты Это Линии Глубины Которые Проходят Данные Глубины Давайте Включим Сейчас Хотя Что Вам Здесь Интересует Режимов Тоже Очень Много Можно Смотреть Вот Так Все Данные По Маршруту Который Выбран Будь Какая Точка Куда Идем Но Сколько Отклонений От От Заданного Курса Пелинг На Данную Точку И Дистанция До Этой Точки И Расчетное Время Прибытия В эту Точку Вот Они Все Выдают Данные Что Здесь Еще Цель У нас Пока Одна Цель Мы Можем Также Захватить Любую Цель Вот Завис Захват Цели И Вести Ее Получается Да Вот Видите Все По Им Исчисления Все Данные Также Электронная Карта Это Все Делается Для Безопасного Расхождения Судов Чтобы Не Было Аварий На Море Чтобы Вовремя Предупредить Столкновение Судов Что Еще Здесь Данные По Ису Вот Я могу Здесь Например Выставлять Кольца Линии Точно Так Как На Радаре Вот Например Кольцо Три Кабель Вот Оно Дает Безопасное Это Кольцо Так Для Постановки Судно На Якорь Или Еще Что Либо Выбирается Дистанция Мы Можем Регулировать Выставлять То Что Нам Надо Что Еще Здесь Здесь Также Вот Есть Эти Режимы Н А Относительно Воистинного Вот Я Могу Также Включить Вот Видите Включаю То Будет Карта Двигаться Вот Это Вот Также Видите Курсор Могу Север Вверху Могу По Курсору Ити Что Справа Слева Мы Идем Вверх Ну Обычно Выбирается Что Север Вверху Что Направление Ну Как Удобнее То Все Предназначено Для того Чтобы Как Человек Лучше Воспринимает Обстановку Индивидуально Каждый Настраивает Под Себя Это Делается Очень Быстро Настройки Все Как Кто Привык Видеть Своё Движение Так И Выставляет Для Себя Геро-компас Показывает нам Направление На север И Ну На сторону Горизонта Который Постоянно Как магнитный Компас Только Немножко Принцип И Другой И Он И И И И И И И И Вот У нас Авторулевое Как Назов Автоматическое Здесь Выставляется Курс Доброе утро Доброе утро Здесь Выставляется Курс Который Держит У нас Постоянное Направление Автовое Рулевой Автоматически Подстраивает Если Отклонение Судна Идет Он Автоматически Возвращает Его На Истинный Курс Но Отклонение Всегда Бывает Потому Учет Течения Или Ветра Смещение Судна Все равно Идет Поэтому Всегда Приходится Иногда Ручное Есть Еще Другой Принцип По Треку Тогда Когда На GPS Выставленная Дорога И Данные Передаются Сюда Включается Трек Он Идет Уже Точно По Намеченному Курсу Без Всякого Мешательства Штурмана Он Сам Компенсирует Течение Силу Ветра Отклонение От заданного Курса Идет Точно По Треку На Нашем Судне Это Пока Не Реализовано Потому Что GPS У нас Пока Старый На Новый GPS Который Выдают Данные Специально Для Этого Автопайлота Он Обрабатывает И Работает То есть Если Нам Поставить Новый GPS То Он Будет Выдавать Эти Данные Подключить Раньше Очень Хорошо Пользовались Этим Когда Не Было Ни Электронных Карт Ничего То есть Он Измеряет Скорость И По Карте Откладывали За Какое То Время Мы Прошли Такой То Проблизительный Координат Время Больше По Электронных Все Больше Электронных GPS Нам Точно Дают Местоположение И Мы Проходим То есть Он Замеряет Скорость Судна Относительно Воды Не Относительно Грунта Как GPS Это Показывает А Именно Относительно Воды То То есть Надо Учитывать Течение Сноса Ветра И Так Даль Твоподобное То есть При скольжении По воде Он Замеряет Эту Скорость Вот У нас Скорость Сейчас 7,8 А Реально У нас Совершенно Другая Скорость Посмотреть Вот Сколько Там 7,7 Ну Практически Здесь Нет Течения А Бывает По 2-3 Узла Течения И Сразу Видна Разница Потому Что В море Видимо Идем Поэтому Не так Сильно Нет Течения В море Всегда Есть Дело Того Что Не везде Одинаковое Оно В одном Направлении Потом Действует Другое Направление Так Что Карты Течения Есть У нас И Специально Книга Выпускается И Течение Это Колодец Предназначен Для Размерения Глубины Под Судном Это Очень Простой Прибор Который Показывает Расстояние От Днища До Дна Вот Как раз У нас Проходит Толщу Воды И Показывает Вот У нас 6.32 Но Эта Цифра 6.32 У нас Стоит Выставлена Осадка 3 метра Если Мы Осадку Изменим Вот Давайте Сейчас Мы Изменим Осадочку Так Где у нас Осадочка Вот Драфт Не 3 метра Сделаем А 6 метров Видите Показывает Уже 9 метров Вот То есть Осадку Получается Мы Настраиваем Сами Да Можем Можем Поставить Вот Ноль Осадка Ну Будет Показывать Реальную Глубину Под Днищем То есть От Днища До Эта А так Осадку Он Показывает Уже Глубину Уровня Воды Днища Днища 500 метров 500 метров У нас Стоит Вот Линию Марки Это Можно На Какой Период Мы Пошли По Такой Глубине Вот Я Поставил Линию Видите Линия Начертилась Ну То есть Ну Сигнализация Если Там Зашли За Бату 100 метров Там Или 10 метров Глубина Изменилась Это Верхняя Видите Это Нижняя Ну Срабатывает Сигнализация Что Вы Прошли Какой-то А По самому Графику Как Разобраться Что Вот Видите Он Показывает Цифровое И Графическое А в Графическом Вот Красная Линия Допустим Это Что У нас Вот У нас Идет Различная Толща Воды Понимаете Она Меняется Плотность Воды Она Пробивает На Это Если Мы Поставим Усиление Там Больше Там 50% Вот Он Будет Даже Рыбок Отслеживать Там Будет Отбивать Рыбки И Все Вот Если Вот 70% Еще Видите Больше Вся То Что Примесей В Воде Очень Много Они Там Плавают Усиление 100% Видите Что У нас Получается То Чем Сильнее Сигнал Получается Тем Больше Объектов Он Отражает Вот 20% Я Поставил Он Как Раз Это Устраивает То 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 Это Просто Отражение Различное Там Медуза Плавает Там Рыба Какая-то Проплывала Еще Что Нибудь То Зависимо От Усиления Вот Этого То 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 Он Показывает Глубины Оттуда Оказывается Он Здесь Не поймешь Какие Там Большая Маленькая Стайка Проплывала Там Что Отразилось И Все Здесь Это Очень Простой Предмет Прибор Вот И Все В Принципе Аппаратура ГМССБ Комплекс Аппаратура ГМССБ Предназначен Для Глобальной Слежения Не Слежения А Как Вся Глобальная Морская Система Наблюдения За Судами Удаленный Доступ За Судами Вот НМАРСА Спутник И Работает Через Спутник Все Сообщения Передаются Все Предупреждения Вот Например Какие-то Сообщения ЕГС Можно Открыть Посмотреть Что Пожалуйста Прогноз Погоды Предупреждение По такому-то Району Который Выбирается Именно В зависимости В каком районе Мы Идем В зависимости По всему Земному Шару По всему Земному Шару Вот Подключен Какой Спутник Показывает Что это Индиан Океан Спутник Который Работает На Индийском Океане Он Захватывает Заодно И Нашу Территорию То есть У нас Или Атлантик Океан Или Индийский Океан Которые Два Вот Этих Но Индийский Океан Передает ЕГЭС То есть Сообщение Не передает Предпреждение Левый Немножко Пустарее Тот же Самый Инмарсат То же Самое Предназначение Но Более Старой Версии Которая Работает С Досовской Системой Интерфейса То есть Внешнего Вида По Этим Инмарсат Мы можем Передавать Дистресс Вот Кнопочка Такие Дистресс Это Аварийная Ситуация Например Судно Тонет Или еще Чего Нибудь То есть Мы можем Подать Нажав на Кнопку Можем Подавать Набрав Какое-то Либо Сообщение То есть Сообщение Мы можем Набрать Выбрать И подать Что Это Именно Мы терпим Бедствие То есть Мы можем Держать Связь Вообще С помощью Этого Инмарсата С любым Видом Коммуникации Да Также Вот телефон Который Работает ПВ-КВ Тоже Может поддерживать Связь На большие Расстояния То есть Это Просто Разные Виды Волн Разные Частоты Волн Получается Совершенно верно Совершенно верно Вся аппаратура Она Работает Всегда Бесперебойно У нас Есть Специальные Батареи ГМССБ Которые Отдельно Стоят Обслуживают Вот эту Всю Аппаратуру Если Даже Выключилось Питание 220 вольт Мы Автоматически Переходим На Питание От батареи Для Этого Есть У нас Здесь Блог управления Виталиями Что идет Или Подзарядки Постоянно Стоят Если У нас Пропала Обесточка Или Пропало Питание Ну Что Либо Всякая Аварийная Ситуация Бывает То есть Аппаратура Все равно Будет Работать Чтобы Мы В любой Момент Могли Подать Сигнал Также Вот Эта Станция Центральный Избирательный Вызов ЦИФ Как ее Называет Вот Можем Подавать По всем Станциям Одновременно То есть Вещать Не по одной А по многим Станциям Это связано Все это Сделано Для того Чтобы Можно было Поддерживать Связь В любой Момент В любой Ситуации А вот Слева Еще Это Что Флоруно Вот А это У нас Факс Факс Можно Практически Не пользоваться Он устаревает Потому что Мы Все Принимаем Уже Практически Через Энмарсат И эта Техника Идет Вперед Но Это Еще Работает И Может Получать Факс У нас Есть В списании Адмирал Этилист Где Какие Станции Передают Прогнозы Погоды Полностью Метеокарту Передают И мы По факсу Можем Это Получать Но Это Уходит Старое Потому что У нас Очень Много Средств Которые Передаются Намного Быстрее Намного Надежнее Это Уже Желает Из себя Просто Напросто Понятно Техника Не стоит На месте Также Здесь Еще Постоянно Правда Не уходит В этот У нас Состав ГМССБ Нод Иридиум Что Еще Это Спутниковая Связь То Есть Мы Можем Имеем Электронную Почту Также Передавать Но С помощью Компьютера Работаем Почту Сейчас Получаем Почту Через Иридиум Через Спутниковую Связь Нафтекс Тоже Выходит В всем ГМССБ Но Мы получаем Здесь Прогнозы Предупреждения Если Какие-то Выходят Предупреждения В каком-то Районе Мы Выбираем Конкретно Каждый Район По какому Идем Району И он Присылает Все Предупреждения Которые Действуют В этом Районе На Этом Принтере Распечатываем Это И Подшиваем В отдельную Папочку Которая Там Есть Продолжение следует...